Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Вначале об этом говорили Алиев и Эрдоган, а потом Николай Лаваевич тоже поднял тему необходимости реформы Конституции Армении. Речь идет о том, что оттуда будут убраны все упоминания о признании геноцида армян 15-го года, статусе Нагорного Карабаха и его присоединение к Армении. Согласно решениям 89-90-го годов, это в Азербайджане и Турции воспринимается как территориальные претензии и высказываются требования все это дело убрать. Для Армении это будет означать радикальную реформу Конституции. Об этом говорит Пашинян о том, что будет проведен референдум. Будет принципиально новая Конституция, а не новая версия с поправками. Здесь принципиально важно, что речь идет не о том, чтобы опять вернуться от парламентской республики к президентской, как в прошлый раз в 2015 году. А речь идет о том, что Конституция будет принципиально новой. Но вот что там будет в этой Конституции? Вот когда создавалась 4-я Французская республика, то там долгое время заседало национальное собрание, и этот проект долго обсуждался, и с первого раза не был принят. Так что это дело очень такое непростое и долгое, если этим заниматься серьезно. Но если премьер-министр Пашинян сможет это сделать быстро, то тогда и появятся новые какие-то... То есть будут сняты вот эти вот возражения по поводу заключения мирного договора со стороны Азербайджана и Турции. Здесь вот можно сказать, что вот здесь есть один из таких вот возможных выходов из этого тупика. Это будет зависеть от того, будут ли выдвинуты новые требования к Армении. Пока что Армения находится в ситуации, когда ей могут предъявлять все новые и новые требования по возрастающей.